Это первые низкопольные автобусы отечественного производителя, двигатели которых выполнены в России. При сборке этой модели используется на порядок больше комплектующих нашего производства. Глава городского округа Орехово-Зуево решил лично опробовать комфортабельность нового автотранспорта, который используется для перевозок пассажиров на городских маршрутах. Для этого был выбран маршрут номер три. А сами автобусы как? Не, нормально. Удобнее? Я вот про большие. Которые новые, Лиазы, они прекрасные. Да, новые прекрасные. Но к старым автобусам они не моют, там плесень. То есть берешься за поручень, а звука черная. Салон автобуса соответствует современным стандартам. Количество сидячих мест в каждом автобусе – 28. Имеется место для крепления коляски лиц с ограниченными возможностями. Из-за низкого уровня пола посадка и высадка пассажиров стало более удобной, что позволило в среднем на 15% увеличить скорость прохождения маршрута. Автобусы оснащены системой видеонаблюдения и системой безналичной оплаты проезда, единая транспортная карта «Стрелка». В ходе поездки Геннадий Панин пообщался с жителями города. Здравствуйте. Как вам новый автобус? Мы смотрим сейчас. То есть именно эти автобусы продолжаются покупать на следующие годы для того, чтобы можно удобнее. Люди благодарили главу города за начало работ по благоустройству дворовых территорий и задавали насущные вопросы. Жители обратили внимание, им бы хотелось, чтобы водитель на каждой остановке перед подъездом все-таки называл именно как называется это место. Потому что есть и гости в городе Орехово-Зуево, ну и есть люди просто заболтаются между собой, забудут. Также на встрече с людьми, которые ограничены по зрению на здоровье, они также просили, чтобы обратить внимание автоколонны на решение этого вопроса. Также пообщались по вопросам, которые людей беспокоят. Особенно было приятно услышать много положительных отзывов о том, что действительно люди начали уже замечать, что за вот этот сезон мы достаточно много смогли отремонтировать дорог. Не говоря о том, что еще мы только в середине этого пути. И приятно даже было услышать эти отзывы от тех, в чьи дворы еще благоустройство не заходило. То есть люди, видя работу, не просто какие-то слова, они начинают искренне верить и готовы ждать и поддерживать. Это очень важно для нас, поддержка населения. На будущий год парк автоколонны номер 1793 планируется дополнить еще несколькими автобусами нового поколения.